Ну что ж, интереснейшее противостояние, и прям с первых секунд видно, как заряжены спортсмены. Очень крепкий поезд. Размашисто сейчас работает. О, черепа отлично, да! Малышка, девчонки, просто посмотри, что происходит прямо. Вот это так зарубились, ребята. О, как залетел сейчас красавчик с такими мощными ударами, видно, его разозлило. Разозлило, зацепило, зацепило. Привет, я Леонид, я из Одессы. Увидел бои, понравились, захотел попробовать себя здесь. Тактика обхитрить соперника и обыграть его. Соперник достаточно опытный, также он высокий и левша, бой будет интересен. Захотел себя попробовать в этом виде боя. Меня поддерживает вся Одесса и Одесская область. Всем привет. Да будет шоу. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий Алексеевич Булгаков из города Харькова. Мой рекорд в «Махаче» – 2-0. Тренировался почти каждый день. У меня противник вышел на замену. Мой противник по гран-при получил травму. Не смог участвовать. Я не знаю своего противника. Он вышел на замену. Я ему за это благодарен. Прошлый поединок был соперник очень достойный. Поединок был очень тяжелый с самого начала. Я получил рассечение. Пять швов на ухе. Четыре шва на губе. То есть лечился. До сих пор еще залечиваю травмы. Бой был хороший. И противник был один из самых достойных. Я думаю, что он, если бы участвовал или его вернут в гран-при, то он дойдет, я думаю, очень высоко. Кулачные бои сейчас – это самый такой хайповый, набирающий обороты. Новый, я думаю, это вид спорта все-таки. И смотря на российские лиги, я узнал, что у нас в Украине, оказывается, тоже уже есть такая лига. И поскольку эта лига самая у нас сильная, почему бы не попробовать? Здесь, как нигде, видно его настоящие качества. Даже хорошие спортсмены, пропуская удар, чувствуя эту боль, ломаются. Я видел, мои знакомые, мои товарищи бывшие, я видел, как они от одного пропущенного удара уже не могут продолжать не потому что, а потому что им больно и страшно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, друзья, на следующий поединок! И встречайте первого бойца! Булгаков Дмитрий! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Представитель города Харьков, самый титулованный и самый опасный боец организации МАХАЧ. Сегодня он проведет рейтинговый поединок, так как все оппоненты и все замены отказались выйти на поединок против такого украшающего бойца. Я реально не шучу, друзья. Заслуженный мастер спорта по кикбоксингу, МСМК по боксу, а также мастер спорта по контактному карате. Его рост 189 см, вес 88 кг и ему 34 года. Имеет рекорд 2-0 в Махаче и 2 победы. Давайте поприветствуем Дмитрия и поддержим его! И поприветствуем его оппонента Заборин Леонид! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Леонид дебютант нашего промоушена, который не только не испугался регалий своего противника, а и пообещал такой дать отпор, что Дима не будет ожидать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Представитель из города Южной Одесской области. Его рост 188 см, вес 81 кг и ему 27 лет. Является КМС по кикбоксингу. Призер чемпионата Украины по кикбоксингу в 2021 году. Титулованный боец, который покажет яркий бой сегодня для вас, поэтому давайте его встретим и поддержим! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бойцы, на середину! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Напоминаю правила. Височная, затылочная часть, позвоночный столб мы не бьем. Никаких ударов в кады. Никаких ударов локтями, коленями, ногами. Никакой борцовской техники. Слушаем, мы команды выполняем. Красивый, честный, корректный кулачный бой. Пожали руки. Судьи готовы? Судьи готовы? Первый раунд! Время! Бой! Итак, дорогие друзья, самый ститулованный боец Махача это... Дмитрий Булгаков. Дмитрий Булгаков, да. Очень интересная фамилия. Перенервничал в черных тейпах. И против него дебютант в желтых тейпах. Это Леонид из города... Извините, я перебью, мужчина. Леонид из города Одессы, да? Не-не-не, город Южная, Одесская область, да. И какой великолепный переднебоковой от Димы. Очень плавно. Смотри, как он его ловит. Да-да-да, очень плавно, аккуратно. Дмитрий держит дистанцию. Да, пока уклонился от этого удара. Держит дистанцию. И мне интересно, на что способен Леонид, потому что мы его не видели. Но Булакова мы все знаем. Все его бои досрочные? Или последний нет? Вроде бы не все, но знаю, что точно все победы, уверенно. Посмотри, все затаились. Затаились, потому что реально поединок очень напряженный. И чтобы вы понимали, кто следит за Махачем, в принципе, все поединки Булгакова и Димы проходят именно в такой тишине, потому что все не хотят пропустить ни единого момента в данном поединке. Сейчас поджал к мешкам Дима. Бой продолжается. Достойный отпор, действительно показал достойный отпор Леонид. И я думаю, сейчас это только заведет Диму. Так что он очень опущен. И да, пробил печень сейчас Дима. Он просто доктор по печени. Я тебе хочу сказать, это просто мастерски приготовить удар по печени. Это может только высококлассный боец у него от уровня, как Дима Булгаков, действительно. Ты посмотри, как он подготовил все вверх, вверх, вверх. И он продолжает поединок. Я думаю, ему очень сейчас сложно после такого пропущенного по печени. И вновь он продолжает Дима своей левой рукой пробивать печень. И вновь попадание. Так, подожди, над Далем даже в печени. С его руками. С его руками. То, как помнишь, пробивал по ребятам эту печень, это было нереально. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бойцы, 5 секунд готовность. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ко мне на пару слов. Смотрите. Левша, правша. У них очень широкая стойка. То есть я сейчас наблюдал, получается, у вас ноги заходят так, чтобы потом не было углов вопросов. Это не подсечка. Вы просто цепляетесь. Просто контролируете это. Судьи готовы? Судьи готовы? Второй раунд! Время! Бой! Это, можно сказать, повзрослевшая версия Ярослава Даньчина. Если можно это так трактовать. Ну, потому что действительно очень похоже. Передний боковой вновь взлетает. Смотри, как он дальний работает. Все передний держит на дистанцию. Сейчас готовит, готовит. И потом печеночку. Максимально неудобный левша. Леонид тоже вытянул руку. Вытянул руку. Хочет работать над далее. Но если он в разрез, ему нужно стартовать с правой. Оттягивается. Видишь, как оттянул он корпус. Оттянул корпус. Будет ловить на... Вот здесь сейчас бы левый прямой от Димы, но он пока передним боковым обрабатывает. Готовит, готовит. Пробивает дальше по корпусу. И с клинча хорошо нанес акцентированно по корпусу. Я думаю, там колотухи такие. Там колотухи такие. Сейчас задавит. Я думаю, второй. Боковой. Вот так. Пока играется. Пока играется. Леонид молодец. Держится на дистанции. И ты даже видел, это ты должен был этот удар заценить. Да, я видел. Это обратный удар, по сути. Сделал Дмитрий. И еще один передний боковой. Прям просто закидывает на лихнем. Пока все в одни ворота. Да, статистика по ударам, конечно, колоссальный отрыв. Тридцать секунд. Давайте поддержим, возьмем, друзья. Пока можно сказать, что подготавливает Дима. По крайней мере, выглядит так поединок, что Дима подготавливает вновь на удар по печени. Только что проработал. Только что дал по печени. Но как только Дима переведет эту левую руку и попадет ей в голову, то, я думаю, будут очень и очень большие проблемы у Леонида, пока он свои левые только пробивает по печени. Ну, было разочек, я тебе скажу. Было разочек, он запустил вверх, но уже понимает, начинает играться. Ты знаешь, самое главное не заиграться, потому что это будет величайший апсет. Я думаю, ну вот, смотри, левая-левая добавляется, все больше. И как ты правильно отметил, он уже потихоньку начинает переключать с корпуса на голову, потому что печень он уже несколько раз пробил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бойцы, 5 секунд готовность. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Судьи готовы? Судьи готовы? Заключительный третий раунд! Время! Бой! Дорогие друзья, третий раунд у нас противостояние Дмитрия Булгакова против Леонида Заборина. Пока во втором раунде Леонид ничего не успел показать. Леонид держит на дистанции. Защита. Глухая защита в атаку, пока он боится идти. Пока... Или остерегается. Возможно, он подготавливает. Возможно, он готовит свою правую руку. Но Дмитрий держит... Смотри, он все под контролем. Он, знаешь, как на пульсе. На пульсе, на дистанции и сразу назад. Смотри, удар и сразу назад. Его догнать будет очень тяжело. Такая, я бы сказал, стратегическая. Да-да-да, он не тратит силы, посмотри. Он не тратит силы. Раз-два, раз-два, раз-два-три и все. Но это опыт, я тебе хочу сказать, это опыт. Да, сейчас очень много... Спокойность... Для него это игра, понимаешь? Для него это игра, он любит это дело. Подожди, но Леониду нужно идти просто ва-банк. Просто идти ва-банк, везть в разрез, залетать с правой. Как раз-таки решили работать, стартовать с правой и дальше догонять его левой. Тяжело идти с правой, здесь хорошо держит дистанцию Дмитрий. Согласен, согласен. Он чувствует дистанцию, понимаешь? У меня такое ощущение, что держишь палку друг от друга, только на него идет соперник и сразу отходит. Ну, если бы у нас были такие регалии, поверю, мы бы так же выступали. Да, может быть. Опыт, величайший опыт Димы. 30 секунд! И, я думаю, наверное... Супермен-панч от Леонида. Взорвался, 30 секунд. Леонид решил взорваться. Сам по корпусу пробивает сейчас. Давай-давай-давай, зарубись. Смотри, как просто высаживает печень, высаживает корпус своими ударами Дима. Колотухи. Там просто колотухи. Давай, 10 секунд. Все по технике. В принципе, я думаю, ты знаешь, что он проявил уважение к Леониду и решил его финишировать досрочно. Не хотел наносить ему увечья, потому что Леонид вышел. Прям как залепил с правом под конец Леонид. Неплохой поединок. Неплохой поединок. Это была тактика. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, в данном поединке единогласным решением судей победу одержал Булгаков Дмитрий! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Леня, с дебютом тебя! Лучше всего, кстати, он продержался с Димой среди всех трех поединков Дмитрия. Поздравляем тебя! Ярко ворвался, думаю, еще не раз будешь доказывать свою силу в Махаче. Как тебе твой дебют? Классно, мне понравилось. Хочу еще. Будет. Отлично. Ждите новое шоу. Все будет еще лучше. Спасибо вам всем! Дмитрий Алексеевич. Среди зрителей мастер йода. Невероятная техника. Поздравляю вас с победой! Хоть и рейтинговый поединок, но показываете всегда класс, невероятную технику. Скажите, пожалуйста, как вам этот поединок? Всем, кто болел за меня, спасибо. Спасибо, Саня, что приехал поддержать. Яков, что организовал мне полностью поездку. Моя любимая жена Алена. Иди ко мне. Хочу извиниться немного за скучный бой и то, что осторожничал. У меня это не важно. Не хочу, чтобы была сильная рука, потому что после первого боя сломал руку полтора месяца. После второго боя с Ярошем. Замечательный боец. Правильно, что вернули его. Заслуживает, как никто. У меня было 4 сечки на губе, 5 на ухе. Тоже месяц только восстанавливался. А теперь следующий бой через месяц. Поэтому осторожничал немного. Извините, что не показал яркий бой. Да, мне тоже сказали, что он так. Но мы правильно мыслим. Что хочу сказать. Спасибо, конечно же, сопернику, что меньше весом, что согласился на бой. Соперник ждал, что что-то он не сделает. Настраивал его, это было видно. Да-да-да, думал, сейчас-сейчас-сейчас что-то как-то будет. Ну ничего, встречимся 24-го и покажем красивый бой. Еще раз всем спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Просто добрая машина. Махача. Фил, как тебе бой? Дмитрий, вас с победой. Спасибо вам за бой. Техника, как всегда, на высшем уровне. То, что осторожничали, ничего страшного. В принципе, вас уже здесь любят. Поэтому какой бы бой ни был, все хорошо. Лень, как думаешь, чего не хватило? Мне вот самому интересно. Опыта? Но мы тебя еще, я думаю, увидим. Привальше, думаю, в следующий раз будет. Понял. Спасибо вам большое за бой. Давайте еще раз поаплодируем этим невероятным бойцам. Молодцы, очень яркий бой. Привіт. Меня зовут Вадим, по прозвищу Вадяха. Приехал сюда на второй бой в промоушене. Рекорд Махача 1-0. Попередний бой був досить насиченный, нормальный. Ну, я не викликся, конечно, на полно. Тренование проходило каждый день, но должен был выбрать из тренований, из-за того, что были проблемы с спиной. Ну, и тренований не было десь месяцев-два. Противник достойный, с большим рекордом, чем у меня. Но я думаю, что завтра мы его изменим. Махач выбираю за то, что достойные соперники и хлопцы с непростоянным духом и характером. Салют всем, кто меня знает. Кто не знает, я Алексей Широков, боец Лиги Махач. На этой площадке это мой третий поединок. Подготовка перед Гран-при проходит уверенно, упорно. Две-три недели перед боем. Это были две тренировки в день. За неделю до поединка это уже было послабление, больше релакса. Упор ставлю на свое техническое оснащение. О сопернике ничего не буду говорить. Пусть победит сильнейший. Знаю только то, что он больше меня по весу. Для меня это новая весовая категория. Поэтому я готов показать, на что я способен. Махач выбрал, потому что это лучшая лига кулачных боев на данный момент в Украине. Хочу реализовать себя на этой площадке. Меня поддерживают родные и близкие. И моя команда. Поединок в рамках Гран-при. И поприветствуем первого бойца. Смолинский Вадим по прозвищу Вадяха. Смолинский Вадим. Является базовым боксером. Также имеет несколько профессиональных боев по ММА. Представитель команды из города Ровно. Его рост 178, вес 86 и ему 23 года. Имеет в своем активе один поединок и одну победу над Егором Ивановым по прозвищу Маэстро. Давайте встретим Вадяху и поддержим его! И поприветствуем его оппонента! Широков Алексей! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Леха, мы поставили твой бой в конце, чтобы я правильно смог сделать ударение. Прости, пожалуйста, что я иногда ошибаюсь своей фамилией. Единственная проблема в моей жизни. Леша базовый боксер. Имеет за плечами два поединка в «Махаче» и две победы. Его бой с Сергеем Алпыспаевым был признан лучшим поединком третьего сезона. Один из самых спокойных и скромных бойцов вне ринга. Его рост 178, вес 80 и ему 25 лет. Давайте поприветствуем Алексея и поддержим его! Бойцы, на середину. Напоминаю правила. Височная часть, затылочная часть, позвоночные стопы. Удары головой, локтями, коленями, ногами запрещены. Борцовские захваты, борцовские проходы и ноги запрещены. Лежачего не добиваем. Слушаем мои команды. После команды стоп не работаем. Пожали руки. Виняны! Судьи готовы? Судьи готовы? Первый раунд! Время! Бой! Итак, дорогие друзья, в желтых тейпах у нас Широков Алексей. В черных тейпах у нас Вадяха. Спокойно держится Алексей. Да, пока центр занял у нас Вадяха. Но видно, что держит дистанцию. О, отлично! Достал. Джемом так стрельнул. Здесь видно класс бойцов. Спокойно все контролирует. Он сейчас пытался подойти, сблизиться. Но не дает. Не дает. Пока Вадяха там уверенно держится в центре. Мешкогона. И отлично встретил. Прям наткнулись так обоюдно на джебы спортсмены. И видно, что понемногу заходят уже в среднюю дистанцию бойцы. И встречается с Алексеем. Достал. Немного подрастерял он так Вадяху. Хорошая обоюда. А вот это контр-атака с Вадяха. Алексей молодец. Три. Четыре. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Работаем. Бой! Давай дальше, пошел. Алексей хорошо держит дистанцию. Сразу в первых секундах этого раунда было видно, как он спокойно себя держит. Держит дистанцию, это очень важно для бойца. Все, джеб отличный был. Итак, Авоюна отвечает также ему джебом. Земляк Ярослава. Сейчас зарубились. Хорош! Держит дистанцию, держит дистанцию. Ты посмотри, хороший поединок. Напряженный такой. Вот хочется смотреть на Джон Пенни. На такой поединок прям хочется смотреть. Ярослава. Этичо-два. Поединок. Этичо-два. Поединок. Поединок и сусленно. Поединок. Поединок. Бойцы, 5 секунд готовность. Судьи готовы? Судьи готовы? Второй раунд, время. Бой! Я люблю победители! Я люблю победители! Ни на счетов нет сложа! Бой! Слушай, не хочется даже прерывать эту кричалку фанатов, но... Еще раз хочу вам сказать большое спасибо за то, что вы посещаете «Махача» и вот так поддерживаете своих бойцов. Неплохая у нас заруба, прям со старта залетела у нас. Хорош, хорош! Да, Вадяха сейчас пока пытается... Ого, через ручку как закидывает! Прекрасно, ребята! Да, но видно, что и Вадяха... В черных тейпах спокойно держит дистанцию, все равно контролирует. Смотри, выманивает на себя Вадяха, своего оппонента. Вот, 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 вот! Вот, вот, вот! Вот, вот, вот! Хороший, хороший, пожалуйста, хороший удар! Вадяха попал в контрил. Сейчас пытается, конечно, Алексей раздергать. Но так уверенно, конечно, центр занял Вадяха у нас. Ох, наткнулся на удар от Алексея. Это, правда, сказывается последний бой, это сказывается усталость для нас, но бойцы, конечно же... Вот приятного! Победка! 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 Браво! Субтитры сделал DimaTorzok Бойцы, 5 секунд готовность. Судьи готовы? Судьи готовы? Судьи готовы? Заключительный третий раунд. Время! Бой! Итак, заключительный третий раунд противостояния Водяхи против Шокова Алексея. В спокоцентре у нас Алексей. Хороший поединок. Водяха держит. Отошел чуть назад, держит его на дистанции. Ровно прям по линии. Если смотреть на ноги, то он прям ровно стоит на линии. И, конечно, да, так немного провалился. Меняет позиция. Пока выманивает на себя Алексей. И неплохо работает передней рукой Водяха. О, как залетел и тут же отвечает Водяха. Водяха сразу кодр атакует. Он вообще не дает расслабиться, понимаешь? Он не теряется, он все четко контролирует. Да, даже если дедом вдруг пропускает. Он идет назад и сразу работает на надходе. Это показывает отличный класс бойца. На надходе... И то, как он держит дистанцию, в принципе, это очень круто. Как сейчас на выходе есть. Алексей достал, Алексей достал. Но Водяха, ты смотри, какая поддержка у Водяхи. Да-да-да, колоссальный передний удар. Водяха, как замок, понимаешь? Он как замок, стоит на месте и нерушимый. На отходе вперед-назад все контролирует. Алексей молодец, продергивает, постоянно дергает. Да, постоянно передергивает. О, сейчас залетел, конечно, для него свой удар справа. Да. Так немного запрятал. Давайте поддержим борцов, борцов еще! Да, слушай, как залетает сейчас справа. Бой от Алексея. Да, есть клинч. Ты посмотри, заряжены два бойца, продолжают идти работать. И идут вперед. Прям больше и больше пытается показать себя Алексей, конечно. Он хочет реабилитироваться, понимаешь? Он сел в первом раунде на... Ох, как пошел вперед сейчас Водяха. Заруба! Заруба! Хороший поединок. Хороший поединок. Хороший три раунда. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ НАПРОДИСМЕНТЫ Субтитры сделал DimaTorzok В общем, я зря выскочил. Экстра раунд, друзья! Не закрывай, да я выйду, пожалуйста. Ребята, вы довольно свежие секунданты. Настройте своих бойцов еще. Для вас три раунда этих не считается, ничего не было. Сейчас этот раунд решит все. Хорошо настроились? И давайте сделаем яркий, зрелищный бой! Поддержим бойцов! Бойцы, подошли. Решающий экстра раунд. Честный и чистый. Пожали руки, разошлись. Судьи готовы? Судьи готовы? Экстра раунд, время! Бой! Итак, дорогие друзья, экстра раунд, противостояние Водяхи против Алексея. Алексей пошел вперед. Алексей пошел вперед, поддавливает. Водяха все время контролирует. Контролирует и пытается выцепить. Выцепить на контратаке. Смотри, как он резко нырнул, уклонился от ударов, просигнализировал, что немножко... Но ему не нравится, когда он рубил его, понимаешь, он любит контролировать, а Алексей идет вперед зарубиться, он хочет зарубиться. Хорош, что прям ушел от удара, хорошо контролирует Алексей, Водяха тоже. Водяха, посмотри, он уклоняется буквально сантиметре от удара, уклоняется корпусом, чувствует идеальную дистанцию. И вообще, в принципе, длину рук уже прочувствовал своего соперника, и поднется вперед. Посмотри, две пушки зарядились. Здесь, конечно, скользко пролетело так по руке, но если бы попало в голову от Алексея, то было бы круто. Давайте, ребята, хорошие войны, хорошие два бойца. Алексей, я смотрю, что больше и больше ноги начинает включать. Алексей работает, Алексей больше идет в атаку, Водяха пока не торопится, он работает вторым номером. Только вторым номером, не спешит атаковать. Отдать должен Алексею продолжать идти вперед, понимаешь, на усталость. Но это, кстати, большой плюс на судейских записках. Если сейчас продолжать в таком же духе, то я не судья, будем видны. Да, пробил сейчас корпус, оттянулся обратно. Больше на баллы работает. Я скажу так. Вот, вот... Вот как полетел вперед и наткнулся. Хотел сказать, сейчас эти секунды решать поединок. Наткнулся на атаку Водяха. Алексей молодец, Водяха не теряется, продолжает стоять. Вы только послушайте поддержку зрителей и поддержку команды изломного. Харт взрослых поединок. И да, просто аплодисменты. Просто аплодисменты. Живые, вдвоем живые. Я смотрю, Алексей такой спокойный. Они еще готовы три раунда отработать. На оглашение. Итак, друзья, в экстра раунде, в данном поединке победу одержал Широков Алексей! Поздравляем команду из города Ровно и бойцов с яркими боями. Водяха очень талантливый, харизматичный, духовитый, сильный боец. Давайте еще раз поаплодируем ему. Скажи несколько слов, пожалуйста. Багато говорить не буду. Хотел бы я как-то с друзьями, родными, близкими, пацанами, которые приехали поддерживать. Можливо, он не выкликся на полную голову. Не знаю, старался. Спасибо всем. Не расстраивайся. Что сделать? Я же молодец. Леша, проходишь дальше в рэн-при. Поздравляю с победой. Тяжело дался этот поединок. Твои ощущения? Все четко. Кайфанул. По-моему, всем разницы. Немного почувствовал, там придремал. На этом что-то увидел, просто решил поднять. Спасибо. Четко было. Не увидел удар. Всем спасибо. Спасибо моей команде за поддержку. Спасибо организации за возможность. Ребята, я иду дальше. До встречи! Послушаем мнение нашего жюри. Да, бой опять у нас получился хороший. На самом деле, Махач это как раз про это. Здесь очень редко бывают скучные бои. И просто один лучше другого. И вот здесь как раз так же тоже получилось. Классный бой. Просто немного не хватило активности. И самое главное, что я видел, что ты устал-устал, но не так, что устал. То есть, топливо было у тебя в баках. Вот тебе тут кричали из угла, давай-давай, встречай. То есть, если бы действительно чуть-чуть поактивней, то ты бы забрал этот бой, я считаю. Ну, а так, немного буквально не хватило. Но здесь расстраиваться особо не стоит. Классный бой. Очень равный был бой. Тебя поздравляю, Лех. Давай дальше мочись в том же духе, с такой же активностью, с таким же напором. Все будет. Всем Махач! Всем спасибо! Всем Махач! Спасибо, что с нами, друзья! Всем привет! Меня зовут Богдан. Родной город Херсон. Но в данный момент живу в Киеве. В прошлом поединке потерпел поражение. В данном поединке хочу реабилитироваться и показать яркий бой. К данному поединку не готовился, так как бой предложили три дня назад, но настроено все сто. Выбрал Махач, потому что это достойная площадка в Украине на данный момент. Противник заряженный, я тоже заряженный. Покажем яркий бой. Меня поддерживает моя семья, мои близкие, друзья. Зрителям желаю просмотру хороших поединков. Всем Махач! Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Влад Скандинавский. Павлоград на связи. Павлоград в душе. Павлоград везде. Я являюсь бойцом Махача с рекордом 2-0. Два нокаута. Второй бой дошел до второго ранда и была лютая заруба. Можете посмотреть это в предведущем видео. Что могу сказать на данный момент о сопернике? Мало что могу сказать, только знаю его имя и фамилию. Больше ничего. Не смотрел ни боев, ни регалий. Касательно Махача. Почему я выбрал Махач? Махач это и есть Махач, поэтому я его и выбрал. Поэтому, друзья, с вами Влад. На связи. Встречаем первого бойца. Кукарин Владислав по прозвищу Скандинавский. До свидания. До свидания. До свидания. Самое serviще. ��о Garden Wentworth. Представитель города Павлоград. Яркий участник Махача с рекордом 2-0. В первом поединке нокаутировал Стреллаки Андрея. Во втором поединке одержал победу над Сивицким Павлом по прозвищу Паштет. Настоящая павлоградская машина. На днях он подписал контракт с Махачем. Его рост 182 см, вес 83 кг и ему 23 года. Давайте поддержим этого бойца и пожелаем ему удачи! И встречаем его оппонента! Сераштан Богдан! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В прошлом поединке я потерпел поражение в бою с Данчным Ярославом в рамках гран-при среднего веса, но согласился на коротком уведомлении выйти против Скандинавского, так как оппонент Скандинавского, Камаев Артур, к сожалению, травмировался за несколько дней. Поэтому этот поединок будет рейтинговый. И независимо от исхода Скандинавского мы увидим в гран-при 24-го числа. Итак, рост Богдана 180 см, вес 74 кг и ему 22 года. Богдан мастер спорта международного класса по кикбоксингу. Надеюсь, сегодня он покажет свою технику и закатит яркий бой. Давайте его поддержим, друзья! Бойцы, на середину! Напоминаю правила. Красивый, честный, кулачный бой. Затылочная часть, височная часть, позвоночный столб мы не бьем. Никаких ударов головой, плечами, коленями, ногами. Никакой борцовской техники. Слушаем мои команды, выполняем их. После команды стоп не работаем. Пожали руки. Судьи готовы? Судьи готовы? Первый раунд! Премия! Бой! Итак, дорогие друзья, в черных тейпах у нас Скандинавский, в желтых тейпах у нас Богдан. Прям с боковым залетает Скандинавский. Вредний боковой. Добавляет еще туда же боковой, добавляет правой. Пытает спасти сейчас клинча. И да, есть бросок. Сразу минус балл. Со старту минус балл получает у нас Скандинавский. Бой! Подожди, подожди. Вновь пошел вперед сейчас Скандинавский. Отлично набрасывает из клинча. Оперативно прям успел среагировать и грамотно работает с клинча. Попадает в ухо, и вот прям хороший шанс для эпизод для Скандинавского. Немного подловил апперкотом. Больше попадает по... Как правая залетела от Скандинавского по Богдану. Еще один апперкот туда же залетает от Скандинавского. Это мокаут от Скандинавского, дорогие друзья. Просто сумасшествие. 3-0. 3-0 Махачи. И да, хотелось бы уточнить, что это рейтинговый поединок. И 24-го мы увидим вновь. Вновь мы увидим Скандинавского. Скандинавского. Итак, друзья, в данном поединке нокаутом в первом раунде на первой минуте, в шестой секунде, одержал Кукарин Владислав по прозвищу Скандинавский! Самый заряженный, самый лютый боец Махача, заслуженного у него, самый такой титул, самого жесткого типа, просто так скажем. С победой тебя! Спасибо, брат. Несколько слов. Киев на месте! Хорош, ребята, хорош! Я хотел от души вас каждого поблагодарить, ребята. Вы заряжаете на невероятные эмоции, это просто не описать. Я вам серьезно говорю, я выхожу сюда просто другим человеком, отвечаю. Махач это дает такие эмоции, я ни на одном бою не чувствовал таких эмоций, как здесь, и это кайф. И я хочу сказать, что маленький мой город Павлоград способствует этому характеру, этому духу. И то, что сейчас я показываю здесь, эту ярость, агрессию и тому подобное. Я хочу поблагодарить всех ребят своих, Павлоградцев, от души ребят. Я вас каждого люблю, ценю. Вижу, сколько пишете. Сколько у меня фанатов. Что еще хотел сказать? Спасибо моей любимой, которая здесь. Она меня поддерживала, моим пацанам. Все, которые здесь. Я... Свадьба будет, братан, свадьба будет. Свадьба будет. Когда, 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 все во всему свое время. На камерюхе подлечь. Хотел еще сказать, да. Ребят, все классно. Хотел сказать... Всех, кто переживал, всех, кто болел, я надеюсь, вы не... Спасибо, брат. Короче, всем от души. И те, кто сейчас разочаровался в моей победе. Хейтеры, да. Которые там писали под первым видео, что типа... Ой, там смазан удары, ху... Это все, смотрите. Я вас тоже люблю, потому что после того, как я завоюю титул, вы самые лучшие будете лизать мне яйца. Спасибо, ребят. От души благодарю вас каждому. Да, ну здесь говорить ничего не надо. Скандинавский все всем сказал в мешкогоне. Единственное, хочу добавить. Многие бойцы ко мне из Махача подходят, там говорят, хотел бы быть с тобой в карте 24-го. Понимают, что это будет не событие не последней важности в Киеве. Здесь же момент я тебя хочу попросить. Если у тебя все нормально будет и готов к здоровьем, чтобы ты был тоже в моем карте. Чтобы весь мир посмотрел, что такое Махач. Потому что ты как раз в воплощении этого. Я думаю, Владислав Кукарин по прозвищу скандинавский заслуживает бонуса за самый жесткий нокаут, друзья, сегодня. Давайте еще раз поблагодарим его. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok